Здравствуйте друзья! В этом видео мы с вами вернемся к вопросу о логических выключателей Acara OPPO и рассмотрим максимальную 6-ти клавишную версию. Напомню, что ранее я делал обзор двух клавишников, кому интересно ссылка в описании под этим видео. Кроме этого я расскажу как этот выключатель подключается к Home Assistant через аддон ZigBee MQTT и что он умеет делать в этом аддоне. Модель Acara OPPO версия номер 13. Двух и четырех клавишные версии соответственно имеют номера 11 и 12. Интерфейс ZigBee 3.0, работает с круглым шлюзом Acara и шлюзом Xiaomi 3 версии. Количество кнопок 6. Функции 18 в Mi Home, 24 в Home Assistant. Питание батарейка CR2032. Размер 86 на 86 на 15 мм. Дизайн коробки с выключателем крайне минималистичен. Контурное изображение выключателя на белом фоне и логотип. Параметры указаны на задней стороне. Данная версия предназначена для внутреннего китайского рынка, поэтому никакой защиты от повреждений при пересылке нет, в отличие от больших коробок глобальных версий. Но продавец все упаковал на совесть. Кроме выключателя в коробке нашлась небольшая инструкция на китайском Mi комплект крепежа. Крепить можно как на саморезы, так и на двусторонний скотч, три полоски которого есть в комплекте поставки. Перейдем к осмотру выключателя. Всю центральную часть занимает модуль с кнопками, в данной версии их шесть, рамки выступают примерно по полсантиметра. Эти выключатели состоят из двух частей, рамки, которую предполагается крепить поверхности, и собственно выключателя, он съемный. Начнем с рамки. Ее размер 86 на 86 миллиметров. В центре имеется углубление, в которое вставляется модуль выключателя. На задней стороне находятся два отверстия для саморезов. Изначально они закрыты выламывающимися панелями. И две полоски из резиноподобного материала против скольжения. Фронтальная декоративная рамка держится на защелках, для ее снятия лучше использовать что-то не очень твердое, типа старой кредитки или медиатора. Отверстия под крепление на саморезы располагаются стандартно, под квадратный подрозетник. Центральный модуль. Кстати, вполне может использоваться и как пульт управления. Длина стороны около 6,5 см. Кнопка сопряжения находится на задней стороне и немного утоплена в корпус. Маловероятно, что ее кто-то нажмет случайно. Панели клавиш просто отщелкиваются с небольшим усилием. Поддевать их тоже чем-то пластиковым, чтоб не повредить. Держатся они только посередине на защелках. Несмотря на кажущуюся хлипкость, все достаточно надежно. Все панели идентичны, кроме того, что на первой находится окошко для светодиода. Под ними находится плата управления, которая закрыта защитной крышкой. Крышка держится на одном винте посередине и в защелках по краям, снимается быстро. Тут тоже применяем что-то пластиковое. В этой версии все 6 посадочных мест заняты микропереключателями. В версии на две кнопки они только по центру, на четыре по краям. На задней стороне находится батарейка для питания выключателя и управляющий модуль. Кому интересно, вот маркировка модуля управления. Перепрошивать его необходимости нет, поэтому подробности я про него не искал. В качестве элемента питания используется наиболее распространенная в экосистеме батарейка CR2032. В обзоре двухклавишной версии я использовал круглый шлюз Акара, тут взял сяоми версии 3. Если выбрать выключатель из общего списка устройств вручную, мастер подключения покажет, что шлюзы второй версии с ним несовместимы. Также подключить его можно зайдя в плагин шлюза. В плагине переходим в меню дочерних устройств, у меня тут пусто, так как все переведено в zigbee2mqtt. Нажимаем плюс, выбираем выключатель и зажимаем кнопку сопряжения до трех вспышек светодиода. После этого шлюз победно пропищит, а устройство добавится к нему. Остается выбрать локацию и имя устройства. Которое, кстати, всегда можно сменить. Устройство появилось в указанной локации. У меня установлен модифицированный mihomes copyba.ru, ссылка в описании. Язык интерфейса был установлен русский, но в этом случае в плагине выключателя история срабатывания отображается на китайском. Переключаемся на английский, честно говоря я его обычно использую, и видим, что история стала гораздо понятней. По ней мы и видим варианты срабатывания, их по три на каждую кнопку, всего 18. В меню автоматизации, где выключатель может работать как триггер, есть 6 опций. Отобразились они тоже на китайском, но тут все ясно, это клавиши с первой по шестую. Зайдя в любую из них, можно выставить одно из трех доступных событий. Тут кстати видно и номер клавиши. Такой выключатель может выполнять массу различных действий, главное запомнить их. Например, включение основного освещения Ambilight можно поставить на первую в клавишу, а ночник на вторую. Все на что способна ваша фантазия. Ну а моя фантазия ведет меня в Home Assistant, перед интеграцией в которой выключатель нужно удалить с шлюза, тут он мне больше не нужен. В Home Assistant я использую ZigBee USB Stick CC2538, подробнее смотрите уроки по Home Assistant 5 серии. В аддоне ZigBee ToMQTT Assistant активируем режим сопряжения. После этого зажимаем заднюю кнопку на выключателе до трех вспышек и новое устройство появится в общем списке. Благодаря интеграции MQTT, подробнее можно посмотреть в обзоре розетки Heyman, ссылка в описании, устройство пробрасывается в Home Assistant полностью автоматически. Производители модели определяются корректно, выключатель имеет три сущности. Это сенсор action, он и генерирует все события, и сенсоры уровней заряда и сигнала. Все варианты событий удобно посмотреть в MQTT Explorer, подробнее про него рассказывал тоже в обзоре розетки Heyman. В блоке «История изменения». В событии содержится и номер кнопки и тип нажатия, в данном случае одиночная. Второй тип – двойное нажатие. Третий тип – удерживание кнопки зажатой – hold. И четвертый тип – релиз. Это событие, которое идет сразу вслед за hold. Для более понятного отображения устройству можно присвоить friendly name, отредактировав файл device.yaml. Для применения изменений нужно рестартануть аддон ZigBee to MQTT, ведь это изменение затрагивает не только визуализацию, но и меняет имя MQTT топика. Ждем пока в логах не появится сообщение от устройства, то означает, что аддон вновь работает. Все события, которых мы насчитали тут 24, хотя по факту их тоже 18, ведь у релиз довольно узкие возможности применения. Тут берутся из одного сенсора Action. Пример обработки одиночного нажатия на одну клавишу показан на этом слайде. Один такой выключатель может решить множество задач. Например, у меня он заменил сразу две беспроводные кнопки Xiaomi, причем я использовал только сингл клики на все шесть клавиш, то есть имею еще довольно приличный запас. Также я планирую приобрести еще пару таких выключателей на замену. Остается только одна проблема, куда девать освободившиеся кнопки. На этом все. Если у вас остались вопросы, задавайте их в комментариях под этим видео. Если видео вам понравилось, ставьте лайки. Если вы не хотите пропускать новые выпуски, подписывайтесь на мой канал. Напоминаю, что все интересные новости, распродажи и акции на товары умного дома можно оперативно увидеть в моем телеграм-канале, ссылку вы найдете в описании. До свидания, до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok